Сходу сложно посчитать, сколько убойных моделей Redmi, ставших народными, выпустила Xiaomi. Redmi Note 10 Pro не исключение. На первый взгляд идеальный смартфон, минимально уступающий более дорогим флагманам. Это, впрочем, не означает, что у новинки нет компромиссов. Заваривай чайку, подписывайся на канал, ставь лайк, я все расскажу. Поехали! В коробке привычный для Redmi набор из самого смартфона, защитного чехла, кабеля USB Type-C, а также бумажек, скрепки и блока питания на 33 Вт. Чехол силиконовый, не полностью прозрачный, а словно повторяя поверхность корпуса самого телефона, слегка матовый. Смартфон в нем становится совсем не скользкий и имеет отличное сцепление с рукой. Есть и выступ, который при падении защитит блок с камерами. Разъем для зарядки прикрыт силиконовой заглушкой и, скорее всего, быстро оторвется, но все равно приятно такое внимание производителя к мелочам. Чехол их прям хорошо сидит на Redmi Note 10 Pro. У Redmi отличный во всех отношениях корпус, из матового стекла Gorilla Glass 5 с перламутровым отливом. Материал тактильно приятен, он не слишком скользкий, при этом достаточно практичный. Вероятно, заслуга этого в первую очередь в светлых оттенках, но следы от пальцев на корпусе смартфона не видны. Хотелось бы, конечно, металлическую рамку, но она пластиковая, окрашенная под цвет крышки. Благодаря закругленным боковым торцам телефон неплохо ложится в руку и ощущается тоньше, чем есть на самом деле. Блок с камерами выглядит немного чужеродным. Он реально огромный, да еще с двухступенчатой высотой. К тому же выступ становится просто магнитом для ворсинок ткани и пыли. Смахнуть пыль пару раз проведя тряпочкой не удастся из-за довольно острых граней. Здесь как бы две площадки, побольше и поменьше, одна уложена на другую. Оформление максимально солидное, чтобы у пользователей окружающих не оставалось сомнений в том, что перед ними крутейший смартфон. Правда, из всего этого изобилия востребованными можно назвать только две камеры. По разъемам ситуация стандартная. На нижнем торце микрофон, динамик и USB Type-C. На верхнем решетка под второй стереодинамик, аудио разъем, второй микрофон и ИК-порт. Слева мы видим слот для карты памяти и двух симок, а справа кнопка громкости и включения. Последнюю встроен сканер отпечатков пальцев, хотя с виду этого и не скажешь. Обычно такие кнопки слегка углублены в корпус, здесь же клавиша наоборот, немного выступает. Углубление получается, если поместить телефон в комплектный чехол. Дактилоскопический датчик срабатывает моментально и без ошибок. Звук из динамиков громкий, но плосковатый. Басистой глубины здесь все же не хватает. Также заявлена влагозащита по стандарту IP53, то есть по сути защита от дождя. А еще производитель не забыл об ИК-передатчике для управления различной домашней техникой. Заводскую пленку можно не снимать пару месяцев. В теории новая система должна также, как инфракрасный датчик приближения, определять, когда вы разговариваете по телефону и отключать экран. В реальности же некоторые пользователи жалуются, что смартфон не всегда выключает дисплей, из-за чего возможны ошибочные нажатия ухом. Вибромоторчик линейного типа делает взаимодействие с телефоном еще более приятным. Перед нами красивый и практичный смартфон. Даже если присматриваться к деталям, сложно будет найти какие-то недочеты сборки. Устройство выполнено на высочайшем уровне. Несмотря на немалые габариты, аппаратом комфортно пользоваться за счет матовой поверхности крышки и закругленных торцов. Да и тяжелым его назвать по сегодняшним меркам нельзя. Меньше 200 граммов при почти 6,7-дюймовом дисплее. Лично я привык к дополнительным информационным светодиодам на смартфонах. Это очень удобно и позволяет быстро и на расстоянии понять статус зарядки устройства и информацию о поступивших уведомлениях. К сожалению, Xiaomi Redmi Note 10 Pro такой функции не имеет. Экран Redmi Note 10 Pro это одно из его главных достоинств. Если уж такие матрицы попадаются в смартфонах среднего ценового сегмента, то вопрос о необходимости флагманов становится как никогда острым. Тут установлена AMOLED панель с диагональю 6,67 дюйма разрешением 2400 на 1080 пикселей со соотношением сторон 20 к 9. Поддерживается расширенный цветовой диапазон, технология HDR10 и максимальная частота обновления экрана 120 Гц. И все это еще дополнено довольно высокой максимальной яркостью 700 нит, пиковая же будет 1200 нит. Дисплей на практике очень яркий и демонстрирует отличную картинку с широкими углами обзора. О необходимости 120 Гц можно спорить, но это действительно кайф. AMOLED-экраны позволяют реализовать функцию Always On Display, но и производитель не стал ее добавлять в Note 10 Pro. Вместо этого присутствует некоторый аналог, называемый активный экран. Отличие от Always On Display в том, что элемент появляется всего на 10 секунд. Имеется режим для чтения, можно корректировать цветовую температуру, регулировать насыщенность. В общем, довольно стандартный современный набор хорошего качества. Базируется смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 732G, выполненный по 8-нм техпроцессу. Он является несколько улучшенной версией процессора Snapdragon 720G. Конечно, на рекорды производительности он не претендует, но это добротный и популярный вариант для смартфонов средней категории. В сочетании с 6 ГБ оперативной памяти на данный момент его производительности будет хватать, в том числе и для современных требовательных игр. В бенчмарках такая система набирает положенные своему уровню баллы, примерно вдвое отставая от флагманских чипов. В реальности же заставить такую систему подтормаживать довольно сложно. Это тот случай, когда флагманские чипы скорее для бенчмарков, а в повседневных задачах особых отличий по сравнению с середняками нет. В некоторых обзорах указывается, что Redmi Note 10 Pro под нагрузкой начинает троттлить и терять производительность. Я же подобного не заметил. Игр можно добавлять в специальный ускоритель игр. При этом происходит некоторая оптимизация ресурсов смартфона, что теоретически способно улучшить игровой процесс. При продолжительном использовании под нагрузкой в играх температура процессора доходит примерно до 60 градусов Цельсия, но зачастую была еще и ниже. Это вполне приемлемое значение. Чувствовалось, что корпус нагревается, но не скажу, что он становится горячим. Никакого дискомфорта это по сути не доставляет. Во время зарядки батарея не нагревалась даже до 40 градусов Цельсия. Это судя по показателям датчика. Аккумулятор 5000m это еще одна сильная сторона Redmi Note 10 Pro. При реальном использовании время автономной работы зависит от того, насколько часто вы выпускаете смартфон из рук и какие приложения используете. При желании, конечно, его можно посадить и за день. Если смартфон задействуется умеренно, то заряда хватит на несколько дней. С помощью комплектной быстрой зарядки мощностью 33 Вт Redmi заряжается чуть больше, чем за час. Жаль только, что девайс не поддерживает беспроводную зарядку. Итак, вот что попало в массивный блок с камерами. Основной сенсор на 108 мегапикселей, ультраширик на 8 мегапикселей, супер макро камера на 5 мегапикселей и датчик глубины. Последние два датчика для красоты. Ультраширкоугольная камера неплохо проявляет себя в условиях хорошей освещенности. Но у меня есть небольшие вопросы к балансу белого, но они в принципе не критичные. В сумерках и темноте эта камера бесполезна. Наибольший интерес вызывает основной 108 мегапиксельный датчик по умолчанию, снимающий с разрешением 12 мегапикселей. Днем к нему опять же претензий нет. С зумом ситуация следующая. При хорошем освещении намного больше деталей дает кроп 108 мегапикселей. Вечером про 108 мегапикселей лучше забыть и пользоваться ночным режимом. Звезд с неба в буквальном и переносном смысле смартфон не хватает. Но есть ощущение, что виной всему сыроватый софт для камеры. Redmi Note 10 Pro во многом выдающийся смартфон, но это не камерафон. Для своей цены он снимает хорошо. Но флагманские устройства сейчас снимают гораздо лучше, особенно ночью и особенно на широкоугольный модуль. Смартфон не имеет обычного датчика приближения экрана при телефонных разговорах. В результате есть определенные проблемы с качеством реализации такой простой функции. Но ситуация нередко излишне драматизируется. Другой момент. При постукивании пальцами по верхней части корпуса заметно, что внутри что-то дребезжит. Звук тихий, но его можно ощутить, если прислушаться. Подобно иногда бывает в смартфонах, которые имеют оптическую стабилизацию. Но в Redmi Note 10 Pro ее нет. Это ни на что не влияет, но нюанс любопытный. Оценивая возможности и особенности Xiaomi Redmi Note 10 Pro, можно сказать, что компании в очередной раз удалось подготовить очень классную модель среднего класса, которая уже стала очередным хитом. Классный экран, емкая батарея, стереодинамики, стекло на спинке. А еще производитель не забыл и о таких дополнительных бонусах, как радио, EK-передатчик, 3.5мм разъем для наушников, полноценный лоток для сим-карты и карты памяти. Есть и некоторые недостатки. Их можно учитывать, но они вряд ли могут повлиять на общую оценку от смартфона. И цена при этом более чем адекватная. Не забудь посмотреть обзоры на не менее интересные Poco X3 Pro и Xiaomi Mi 11 Lite. И напиши в комментарии, какая из новинок Xiaomi тебе импонирует больше. Да пребудут с вами инновации!